Дамит, логический базис метафизики и его введение, метафизические споры о реализме. Я попыталась уложить это кратко, чтобы, в общем, потому что сам текст по себе несложный, особо сильно тут разбираться, скажем так, не с чем. И поэтому я постаралась это кратко такими блоками его текст изложить, чтобы можно было о чем-то уже поподробнее поговорить в плане обсуждений. Ну вот, собственно говоря, текст его введения начинается с того, что фактически задается вопросом о том, зачем нужна вообще философия, для чего. И вопрос этот возникает в связи с тем, что обычным людям, которые не являются профессиональными философами, этот вопрос звучит достаточно актуально. и, собственно говоря, они хотят на него получить какой-то ответ. Ну и, собственно говоря, в таком обыденном представлении как раз-таки людей, которые не являются профессиональными философами, этот вопрос, соответственно, зачем нужна философия, он предполагает, что в качестве ответа на него, предполагает, что философия должна давать ответы на некоторые серьезные вопросы, которые влияют на наше понимание мира. Собственно говоря, Дамит согласен с этим, насколько я поняла, согласен с этим вариантом ответа на вопрос, зачем нужна философия. И, соответственно, та философия, которая не дает ответы на подобные вопросы, ну, в общем-то, логично, что к ней возникают какие-то вопросы и претензии. Но об этом чуть дальше. Ну и вот в список этих таких, так называемых, серьезных или фундаментальных вопросов попадают вопросы о свободе воли, о проблеме существования ментального и физического, как они связаны между собой, вопрос о том, как существует Бог, как отличить добро от зла, в каком случае необходимо себя вести, в общем, какие поступки будут считаться хорошими, какие плохие и так далее. В общем, все-таки традиционные, казалось бы, вопросы, которые люди хотят получить ответ, если прочитают книжку по философии. Но, собственно говоря, Дамит говорит о том, что вот есть традиция аналитической философии, и, в общем-то, она вот этих самых обычных людей очень часто разочаровывает. И приводит вот он, так называемые, три причины, почему, собственно говоря, происходит вот это самое разочарование. Во-первых, основной причиной является то, что вот на эти самые серьезные фундаментальные вопросы, которые были отмечены на предыдущем слайде, аналитическая философия, по всей видимости, ответов-то и не дает. А если и дает, то дает очень непонятно, потому что есть какие-то очень технические изложения, какие-то технические рассуждения. И, в общем-то, конкретного четкого вопроса, ответа на вопрос, например, существует ли Бог, нам не дается. А это с точки зрения простого человека, который не привык к чтению текстов, которые, в общем-то, являются философскими текстами. Они, в общем, его разочаровывают, собственно, по этой причине. Вторая причина уже, собственно говоря, заключается в самой сути аналитической философии. То есть, собственно говоря, тут уже он разворачивает первую причину, то есть, почему она не дает понятных ответов на эти серьезные вопросы. Да потому что у аналитической философии есть свое некоторое представление о том, что такое философия и как следует философству. Ну вот вторая причина, как он ее формулирует, заключается в том, что задача аналитической философии, то есть то, как видят цель своей деятельности аналитические философы, заключается в исследовании понятий посредством рассуждений априори. То есть именно в понятиях выражается наш способ мышления о мире, и чтобы узнать о мире, то есть вот все вот эти вот, ответить на все вот эти вот вопросы фундаментальные, серьезные, нам необходимо исследовать наше мышление. Я здесь сознательно местами перевожу где-то мысль, где-то мышление, но вот этот английский thought, вот поэтому тут если какие-то у кого-то возникнут непонимания, то это вот, в общем, одно и то же английское слово. Собственно говоря, то, как мы, идеи аналитической философии заключается в том, что то, как мы мыслим, определяет, и, собственно говоря, и то, каким образом мы будем этот мир вокруг нас и познавать. Ну и вот фактически Дамит называет эту самую философию, которая принимает вот этот постулат о том, что в понятиях выражается способ мышления о мире, и раз мы хотим узнать что-то о мире, ответить на вопросы о мире, надо исследовать мышление, вот называет он это все философией мысли, ну или философией мышления. Ну и, собственно говоря, третья причина, когда мы уже дальше пытаемся выяснить, как же тогда все-таки стоит строить эту философию мысли, как нам следует исследовать наше мышление. Ответ, который дает аналитическая философия, заключается в том, что исследовать структуру мышления нужно через исследование языка при помощи определенных логических средств. Ну и, соответственно, задается определенное тождество, разница между тем, что прогресс в логике тождественен прогрессу, который совершается в философии мысли. Далее Дамит нам чуть подробнее разворачивает вот эти вот постулаты аналитической философии. И я думаю, они тут тоже всем достаточно знакомы, поэтому я очень кратко их так перечислила, о том, что философия мысли может развиваться только посредством развития философии языка. Но это фактически уже было сказано на предыдущем слайде. И традиционно, раз Дамит у нас все-таки полагает начало аналитической философии с именем Фреги, соответственно, занимая вот эту фрегианскую позицию, классическая традиционная аналитическая философия должна признавать объяснительный приоритет языка над мышлением. Но Дамит отмечает, что вот, например, с Эванса меняется структура объяснения, то есть мы теперь уже признаем не объяснительный приоритет не языка над мышлением, а объяснительный приоритет мышления над языком. Но так как сама структура соотношения языка и мышления остается, то есть мы просто меняем их местами, меняем вот этот вот приоритет, то можно сказать, что ничего сильно страшного не происходит, и, скажем так, традиция аналитической философии продолжает существовать. Ну и, собственно говоря, раз у нас философия мысли развивается посредством философии языка, то мы предполагаем, что структура предложения отражает структуру мысли. Ну и, собственно говоря, поэтому мы и можем исследовать наше мышление посредством исследования нашего языка. Далее Дамит говорит о том, что различные проблемы, которые традиционно ставились в философии, они сегодня уже на данный момент частично уходят в область естественных наук, то есть, например, понятия пространства, времени, материи. Это, собственно говоря, понятия, которые у нас напрямую существуют уже в науке, ну, то есть, например, в физике, и поэтому, если мы хотим разобраться с этими понятиями, то, скорее всего, нам нужно уходить в такую область, как философия физики. Что же тогда остается на долю метафизики, которая традиционно у нас, ну, как бы является, в общем-то, одной из частей философского знания? Вот он и говорит нам, что такой основной метафизической проблемой, которая остается в философии, собственно говоря, в аналитической философии, это проблема определения того, стоит ли нам принимать позицию реализма, или же нам стоит от нее отказаться. Ну, а фактически эта проблема определения реализма или нереализма, вот она связана с вопросом о понятии объективности и понятии реальности. То есть, если понятия пространства, времени, материи, они уходят в область философии и физики, то понятия объективности и реальности, они все-таки остаются в области метафизики. Ну, и вот, собственно говоря, у нас есть позиция реализма, или как по-другому Дамит ее называет, доктрина реализма, и множество антиреалистских позиций, которые очень различны, которые сами друг с другом тоже спорят, но всех их можно объединить. Почему мы можем назвать, что все эти позиции называются антиреалистскими? Потому что они так или иначе все-таки отрицают доктрину реализма. Отрицают по-разному, отрицают по-своему, но все-таки отрицают. И чуть далее по тексту сделан такой скачок. Дамит определяет реализм как своеобразную доктрину о статусе высказываний, ну, или пропозиции, в различных областях философского знания. То есть речь, собственно, идет не столько о уже определении понятия объективности и определении понятия реальности, сколько о том, как мы будем определять сами высказывания, которые нам что-либо говорят об объектах. Далее Дамит нам рассказывает, как вообще конкретизируется этот спор реализма и антиреализма в рамках философии, ну, преимущественно аналитической философии. То есть он, в принципе, идет по основным, опять же, областям философского знания. То есть вот так или иначе у нас есть реализм и антиреализм в отношении физического мира, под которым понимается мир макрообъектов. Дальше у нас есть философия математики, в которой встает вопрос о соотношении реализма или платонизма, и формализма в отношении математических высказываний, ну, или как, опять же, Дамит пишет про позиции. Дальше в философии сознания мы задаемся вопросом о реализме и бихипиоризме в отношении ментальных состояний. Дальше переходим в философию науки. У нас возникает вопрос о соотношении реализма и инструментализма в отношении каких-либо теоретических сущностей, которые у нас в науке существуют. Опять же, всякие там черные дыры, кварки, антиматерия и так далее. Дальше мы переходим в этику. У нас спор существует между реализмом и субъективизмом в отношении моральных высказываний, так называемых, ну, или, не знаю, каких-то этических высказываний. Ну, и вот отдельная часть, которую он посвящает достаточно больше по объему, насколько мне показалось, именно вот, не знаю, философии времени, наверное, это так можно сказать, то есть вот в соотношении позиций реализма и нейтрализма в отношении проблемы времени. Далее Даммит переходит к тому, чтобы попытаться определить, каковы логические основания, логический базис вот этого спора между реализмом и антиреализмом. реализмом. Вот эти самые логические основания между реализмом, основания спора между реализмом и интереализмом. Тут нам Дамин говорит о том, что реализм, доктрина реализма, она базируется, в общем-то, на признании принципа двузначности. То есть любое высказывание может быть либо истинным, либо ложным. И этот принцип фактически означает, что истинностное значение высказывания зависит от реальности, которая существует независимо от нашего знания об этой реальности. Ну и, собственно говоря, сама истина понимается как некоторое соответствие реальности. Антиреализм, соответственно, вот вся вот эта совокупность позиций антиреалистских предполагает, что мы отрицаем принцип двузначности, следовательно, отрицаем закон исключательного третьего, и в качестве одной из возможных логик, которая может лежать в основании антиреалистских позиций может быть интуиционистская логика. Ну и, собственно говоря, то, чем предлагает дальше заниматься Дамит, что вообще он пытается в своей книжке сделать и так далее. Вот он нам говорит о том, что существуют две возможные стратегии исследования. Стратегия сверху-вниз и стратегия снизу-вверх. Традиционная стратегия, насколько я поняла, что все-таки Дамит рассматривает ее как традиционную стратегию, она предполагает, что сначала у нас есть какие-то метафизические проблемы, которые мы решаем, затем мы выстраиваем некоторую теорию значения, затем мы определяем на основании этой теории значения что считается истиной, то есть определяем понятие истиной, и на этом основании уже решаем, какую логику нам следует использовать. Ну, собственно говоря, вид логики. Либо это классическая логика, либо какая-то одна из множества неклассических. То есть признаем принцип двузначности или не признаем. Но Дамит говорит, что это такая традиционная стратегия, она ему не очень нравится, и он предлагает, ну, собственно говоря, не нравится она ему по двум причинам. Во-первых, потому что мы, собственно говоря, не знаем, как разрешить эти споры, то есть, собственно говоря, все вот эти метафизические проблемы, на уровне метафизики споры между реализмом и материализмом мы разрешить не можем. Собственно говоря, раз мы их не можем разрешить, то мы уже и не знаем, как построить какую-то определенную теорию значения. И, во-вторых, он говорит, что второй причиной, почему эта стратегия нам не подходит, заключается в том, что даже если мы попытаемся напрямую проанализировать метафизические аргументы или рассуждения, то есть вот вникнем в какой-то из метафизических споров между реализмом и материализмом, мы все равно должны будем рассматривать эти позиции, как, собственно говоря, такие, в которых содержание этих позиций должно быть для нас в каком-то смысле уже понятным, и оно должно предполагать, что мы, вот при рассмотрении этого спора, мы уже должны предполагать, что мы знаем, какая из этих позиций является истинной. Но, собственно говоря, у нас с этим тоже возникают проблемы. Поэтому Дамит предлагает стратегию поменять, поперевернуть ее и попробовать начать снизу вверх. То есть сначала мы, начиная с спора между реалистами и антиреалистами относительно теории значения, относительно высказываний, которые у нас принадлежат к определенной какой-то области, которую мы решаем, то есть, например, в той же самой этике и так далее. И мы, собственно, метафизические вопросы оставляем в стороне. И только когда мы сможем построить определенную теорию значения, когда мы сможем разрешить этот спор между реалистами и антиреалистами, мы, соответственно, сможем перейти уже и к разрешению собственно метафизических проблем. Теорию значения он фактически понимает как некоторое описание функционирования языка. Ну и когда мы предлагаем удовлетворительную теорию значения, то есть теорию значения, которая нам подходит, мы фактически определяем вот этот самый логический базис метафизики в соответствии с названием его работы. После того, как мы сможем предложить удовлетворительную теорию значения, мы чисто теоретически сможем в будущем когда-то и решить метафизические проблемы. Ну, Дамит, собственно говоря, в них не углубляется. Он говорит, что его работа – это скорее некоторые пролегомины для решения всех этих вопросов. И, собственно говоря, он к ним обращаться не будет. Его задача – это все-таки предложить именно теорию значения, то есть, собственно говоря, вот задать некоторые базисы, задать некоторые основания для того, чтобы, ну, кто-то потом, возможно, или даже он сам, собственно, эти вот метафизические проблемы попробовал бы и решить. Ну, и вот он тут говорит о том, что теория значения, которую он попробует развить, будет основываться все-таки на фрагианской концепции смысла и референции. И, как мы уже выяснили, что вот это соотношение между метафизикой и теорией значения и логикой – все это нам даст основания для выбора определенных валидных форм дедуктивного рассуждения, ну, и, соответственно, даст основания для выбора вида логики, ну, то есть классической с сохранением принципа двузначности или какой-то из неоклассических, где этот принцип будет отрицаться. Ну, вот, например, там, интуиционистка и так далее. Ну, и, собственно говоря, по всей видимости, дальше уже в главах Дамит и займется вот развитием вот этой вот своей стратегии снизу вверх и попыткой вот построить эту самую теорию значения. На этом, я думаю, все. Ага, вот вопрос, наконец-то, до льва мы услышали в том виде, в каком он должен быть. На слайде есть утверждение, теория значения будет основываться на фрагианской концепции смысла и значения. Что это значит? Это значит, что Дамит берет свою идею о том, что нам необходимо идти от решения проблем в теории значений и проблем логических, и затем переходить к проблемам метафизическим именно от фраги. То есть это не в смысле, что мы берем фрагианскую концепцию смысла значения и референции, и на ее основании пытаемся развить теорию значения. То есть это, собственно говоря, была эта теория фраги. Нет, насколько я поняла, Дамит не будет принимать эту теорию, по крайней мере, он ничего не говорит о том, правильная она или неправильная. Речь идет именно о том, что мы просто вот это общее направление понимания и соотношения метафизики и логики, и теории значения берем от фраги. Да, сейчас давайте я поищу. Это где-то было ближе к концу. А, вот, на 16-й странице. Это, получается, второй абзац. Вот он говорит, что чем дальше мы будем заходить в исследование этих проблем, нам понадобится твердое, некоторое твердое основание. Это основание будет состоять в множестве общих принципов, которые регулируют формулировку теории значения. Я говорю о построении теории значения так, как будто бы это была некоторая задача, которую мы уже знаем, как сделать, но, конечно, это не так. Концепция такой теории возникает с фрагианскими теориями смысла и референции, или, точнее, с его теорией референции, понятой в свете его концепции отношения смысла к референции и так далее. Интересно, что, с моей точки зрения, в том, что было прочитано, не написано, что сам Даммит планирует опираться на фраги. Я это понимаю так, что он говорит, что вообще сам разговор о том, что такое теория значения, какой она должна быть, он приобрел какие-то свои более-менее определенные очертания после того, как фраги представил свою концепцию смысла и значения и стал говорить о значении отдельно от смысла. Ну да, я, в принципе, так же понимаю это. То есть, скорее всего, Льва смутила слово «основывается», которое я выбрала. Вот. Я говорю, что это не в смысле того, что мы берем позицию фраги и на этой позиции мы начинаем что-то там строить и развивать. Нет-нет-нет. Вот именно вот в том сейчас смысле, как Аня сказала. Ну да, и вот про исторические истоки, про которые Лев пишет. Да, то есть вот фраги это сделал, мы посмотрели, поняли, что нужно двигаться вот в таком направлении, и вот это заданное направление фраги мы будем реализовывать. Ну, то есть не мы, а дальше. А еще у меня тоже есть один вопрос на уточнение. Значит, там, где говорилось о том, что, значит, Дамит предлагает стратегию снизу вверх от теории значения к метафизическим проблемам, и что, значит, он говорит, что он сам будет заниматься теорией значения, а кто-нибудь потом на основе этой теории значения, значит, сможет решить метафизические проблемы. Мне кажется, что в одном месте там было высказывание по поводу того, что если у нас будет законченная теория значения, то, в принципе, мы тем самым уже, как бы, мы будем иметь, если не в развернутом виде, то, по крайней мере, в базовом в каком-то виде, уже решение метафизических проблем. А то, что он говорит, что он, значит, готовит только базис, мне показалось, он говорит о том, что он даже не столько будет развивать полную теорию значения для какого-то, значит, фрагмента языка. Сколько он будет говорить о том, какой она должна быть, и какая теория значения связана с какой метафизикой и каким образом? Вот. Ну, смотри, по идее, да, если мы принимаем вот эту, да, метовскую идею о том, о ходе исследования, вот этой вот стратегии, которую мы берем, и о связи между метафизикой, логикой, теорией значения, то то, что ты сказала, что если мы строим теорию значения, то мы как бы автоматически решаем метафизические проблемы, то вроде как бы, да, выглядит вполне в стиле Дамита. Но вот у него она, получается, что это 15-я страница, это соседняя, по-моему, нет, не соседняя, чуть раньше, значит, вот на 15-й странице, что у меня тут даже выделено. Вот тут есть такая фраза, это последний вот абзац. Я не, ну, то есть я не задумывала эту книгу как попытку прийти к решению какой-либо хотя бы одной метафизической проблемы. Я нацеливаюсь не более чем на, не знаю, на написание пролегомена. Ну, то есть моя задача, в общем, состоит в том, чтобы представить пролегомены к попытке затронуть эти проблемы в соответствии с вот этой вот стратегией снизу вверх, которую я защищаю. То есть все-таки, если вот опираться именно на это предложение, а я опиралась как раз на него, то все-таки он разделяет само создание теории значения и решение метафизических проблем. То есть не получится так, что мы создали теорию значения и автоматически мы решили метафизические проблемы. Нет, придется сначала создать теорию значения, что-то еще сделать, и тогда мы уже получим решение метафизической проблемы. Вот фрагмент, на который я опираюсь, он находится буквально рядом. Самый последний абзац начинается на 14-й странице и продолжается на 15-й. Да, но если продолжить дальше, уже на 15-й странице этого предложения, то он пишет, что ошибка находится в том, что мы предполагаем, что для решения этих вопросов нам необходимо изучить реальность. То есть, соответственно, если это ошибка, мы не должны изучать реальность, то все равно так или иначе мы должны, не знаю, изучать теорию значения, то для решения этих вопросов нам необходимо изучить понятие значения, то есть построить теорию. Значит, решение этих вопросов и построение теории – это все-таки разные вещи. Непонятно. Согласна. Мне кажется, наверное, все-таки Дамит считает, что либо у Фреги нет адекватной теории значения, либо ее нужно каким-то образом изменять, потому что ведь фрегианская семантика, как мы знаем, она строится на принципе двузначности значения. Это понятно. В данном случае вопрос уже в другом. Вопрос в том, когда у нас будет готовая и удовлетворяющая нас полностью теория значения, будет ли у нас тем самым решение метафизических вопросов, или мы должны будем сделать что-то еще. Если первое, тогда следующий вопрос – претендует ли Дамит на то, чтобы в своей книге разработать такую полную теорию значения, которая тем самым будет решать метафизические вопросы, или он собирается только исследовать какие-то подходы к ней, к ее построению. Ну, если второе, тогда, в общем, тоже, наверное, можно задаться таким вопросом, хотя это уже не так очевидно, что им следует задаваться. Ну, вот Лев пишет в чате, что Дамит говорит о том, что он лишь в общих чертах опишет то, как должна выглядеть теория значения. Ну, хорошо, мы же можем понимать, что это как… Вот в этой работе он, например, опишет в общих чертах, а, например, в какой-нибудь следующей он начнет ее развивать. Или кто-нибудь пойдет за ним, его последователи, и будут его развивать. То есть так или иначе все равно теория-то будет… должна быть, по крайней мере, развита. Вот еще я нашла у него тоже на 15-й странице. Вот тут вот это предпоследний абзац. Вот он говорит, что для того, чтобы построить там вот эту теорию значения, вот мы там должны какое-то содержание у нее, чтобы у этой теории было. И вот он говорит, тем не менее… А, ну вот он говорит, что построить, значит, вот эту теорию значения – это довольно сложная задача и так далее. Но вот тем не менее это позволит нам, ну или предоставляет нам программу, чье выполнение приведет к тому… приведет к решению проблем большой значимости для философии. Ну вот фактически вот к этим метафизическим проблемам. То есть он же опять говорит, что это приведет к решению. Он же не говорит, что они вообще исчезнут сами по себе, что их вообще не будет. То есть если мы построили теорию значения, то все. Все остальные метафизические проблемы, они от нас ушли, и они не существовали, и больше нам не нужны. И еще вспоминая в самом начале, когда вот он говорит про… почему аналитическая философия-то людей разочаровывает, он же тут немножко говорит о том, что вот вторую причину, куда он перечисляет, он говорит, хотя мы больше не рассматриваем традиционные вопросы в философии как псевдовопросы. То есть это вот отсылка к позитивистам и так далее. То есть так или иначе эти метафизические вопросы, они не являются псевдовопросами. А если мы вспомним того же Карнапа и общее настроение логического позитивизма, то, по крайней мере, как мне помнится, то есть решая какую-то задачу, мы автоматически показываем, что этого вопроса никогда не стояло, он неправильно просто. Это ошибка формулировки, грубо говоря. И правильно сформулировав, мы фактически вопрос метафизически закрываем, решаем и говорим, что он псевдовопрос. Но раз Дамит говорит, что сейчас мы в такой концепции не живем, то, по всей видимости, мало просто того, чтобы создать теорию значения, и сам метафизический вопрос отпал сам собой, как это было бы вот у позитивистов. Надо что-то еще для того, чтобы из созданной теории значения прийти к решению метафизической проблемы. Насколько я поняла, то рассуждение, о котором ты говоришь, про позитивистов, значит, там речь идет о том, что с точки зрения позитивистов метафизические вопросы вообще не являются вопросами, а осмысленными вопросами являются вопросы только о языке. С точки зрения Дамита же, метафизические вопросы являются вполне осмысленными вопросами, но для того, чтобы их решить корректно, нам надо обращаться к анализу языка, потому что без этого анализа мы не можем даже сравнить какие-то противоположные точки зрения, потому что у нас нет единого базиса для того, чтобы их сравнивать. Потому что если, значит, у реалистов и антиреалистов разные теории значения, то есть они разное значение придают высказываниям, которые они делают, то есть в процессе рассуждения разное значение придают своим посылкам. Если у них разное представление, следовательно, о том, какие логические выводы валидны или не валидны, то совершенно очевидно, что они не смогут договориться никогда о том, какие аргументы, то есть какие посылки имеют основания, и какие выводы из этих посылок, значит, логические, корректны, а значит, они не смогут и говорить о своих заключениях, понимая друг друга. Поэтому он говорит, давайте разберёмся с языком. Но после того, как мы разберёмся с языком, у меня такое впечатление, что он говорит, что вот эти вот значимые и действительно существенные вопросы из области метафизики, они будут не сняты, как у позитивистов, а они будут фактически решены, потому что разобраться с языком – это и значит разобраться с тем, к какой реальности, то есть что мы считаем той реальностью, к которой мы отсылаем, когда говорим какие-то слова. Вот. И вот если на той же самой 14-й странице прокрутить опять чуть выше, там написано, значит, будет ли это решать сами по себе метафизические противоречия. В общем, он говорит, что в процессе конструирования общей теории значения предложений, принадлежащих каждому сектору языка, теория будет высвечивать концепцию истины и как применимую к предложениям, принадлежащим к этому сектору. Предложений о физической реальности, математических предложений, предложений о прошлом и так далее, посредством постановки этого понятия на надлежащее место в характеристике значения предложений. Короче говоря, по-моему, тут прямым текстом сказано, что, значит, теория значения дает нам способ решения метафизических проблем. Потому что я, скорее всего, понимаю, когда мы говорим о том, что построить теорию значения равно тому, чтобы решить метафизические вопросы, я это, скорее, понимаю, видимо, в смысле позитивистов. То есть в смысле, что мы говорим, что это не вопрос, это ошибка, и как бы все, и нам ничего больше не нужно делать, достаточно просто построить теорию значения, этого хватит. Видимо, у Дамита, и вот то, как ты сейчас это объяснила, скорее всего, да, оно отличается от понимания позитивистов, поэтому, скорее всего, ты права. Продолжение следует...